Еще раз всем добрый вечер, продолжим наше чтение. Я вывожу здесь на экран соответствующий лист перевода. Мы где-то здесь остановились. Я за этим листом не слежу, так что вы, если я его, например, не переворачиваю, то вы мне подскажите, что все, русский текст закончил, пора листать дальше. Значит, мы вкратце, что мы видели пока, что на этих двух, собственно, мы прочитали полтора листа, на Талмуде, может, меньше даже. И то, что мы видели, Талмуд задает какие-то вопросы к Мишне. Эти вопросы вроде бы носят характер филологический, и с помощью прояснения этих филологических нюансов на самом деле формулируются какие-то идеи относительно того, что из себя представляет, собственно говоря, вот этот акт, акт приобретения женщины или освящения женщины. И остановились мы на фрагменте, где есть высказывание Раби Шимона, которое, как мы понимаем, из контекста довольно странное, но из контекста немножко, так сказать, выпирает и не совсем согласуется с контекстом. И в этом высказывании формулируется идея о том, что мужчина обычно ухаживает за женщиной, а не наоборот. Приводится еще и притча, что если кто-то потерял, некая потеря произошла, то кто ищет потерю? Потеря ищет хозяина или хозяин ищет потерю? Конечно, хозяин ищет потерю. Ну и мы в прошлый раз уже говорили о том, что вот эта некоторая странность, вопиющая с тем, что высказывания Раби Шимона не вполне отвечают той логике, которая, собственно говоря, здесь развивается, говорит о том, что нужно обратить на это особое внимание. Мы обратили на это особое внимание. Ну и идея, которую я предложил, она состоит в том, что здесь в очередной раз нас подталкивают к тому, чтобы мы рассматривали это не только как бытовую историю, но и как некую метафору. Ну а метафора, которая почти с самого начала в Талмуде возникает, это метафора отношений между Богом и народом Израиля, например, или между Израилем и Торой, или между Богом и Торой, или между Израилем и землей Израиля. То есть вот этот, так сказать, узел взаимоотношений, треугольник можно назвать, четырехугольник, как угодно, они на самом деле, эти отношения метафорически отражаются или репрезентируются вот в этом самом акте, акте приобретения женщины, освящения женщины, в акте, мы бы сказали, да, женитьбы, брака. И на этом мы, собственно говоря, закончили, по-моему, да, в прошлый раз. Я не помню, может быть, мы и прочитали чуть-чуть дальше, может быть, и нет. Ну, в любом случае, прочитаем теперь. Вот оно, высказывание Раби Шимона на русском языке, да, вот я показываю, вот оно, я его выделил. Мы его прочитали, перешли сюда, и вот здесь нам, видите, говорится, Гемара возвращается к Мишне о человеке, у которого наблюдаются какие-то истечения, и вот эти самые эпизоды, эпизод человека с истечениями, который приводился, опять же, вроде бы, этот пример приводился исключительно, исходя из языковых каких-то аналогов. Но возможно, что здесь есть не только языковые аналоги, сейчас увидим. Значит, возвращаемся к вот этой Барайте, или Мишне, точнее, да, где говорится о том, что Бешива, Драхим, Бодкин, Этазар. Семью способами, семью путями буквально, проверяют вот этого человека, у которого есть истечения, имеется в виду, что проверка, которая должна привести к тому, что он будет признан либо ритуально нечистым, либо ритуально нечистым. И в том же духе, что и раньше, Талмуд говорит, литный дворим, почему здесь речь идет про Драхим, Драхим – это пути, а дворим – это вещи, да, почему не сказать, не сформулировать это с помощью слова дворим, да, сказали бы, что с помощью семи вещей, да, а не семи путей, проверяют этого самого текучего, да, человека, у которого есть истечения. Ну, и нам ответ дается довольно странный. Говорится о том, что используется именно слово Дерех – путь, а не слово Довар, потому что заодно здесь есть намек на то, что путь чрезмерного поглощения еды приводит к истечениям. Ну, и точно так же, как и путь чрезмерного питья тоже приводит к истечениям. То есть, на самом деле, получается, какая связь? Связь такая, что само слово Дерех выбрано потому, что, на самом деле, известны также и пути, приводящие, собственно говоря, к вот этому самому, к этой проблеме истечениям. Мы бы сказали, потому что проблема истечения, она вроде бы совершенно другая, она не в том, что человек неправильно питается, да, или неправильно пьет, да, здесь не сказано, что он, собственно говоря, пьет. Но так или иначе получается, да, мы бы сказали, что это, может, какие-то распущенность половая, там, предположим, да, приводит к таким-то заболеваниям, которые сопровождаются вот этими самыми истечениями. А нам здесь говорят о чрезмерной идее, чрезмерном питье, которое приводит к вот такого рода негативным последствиям. да, эти негативные последствия выражаются в том, что у человека, значит, что-то такое течет. так или иначе, Так или иначе, что-то такое течет.